Продолжение следует... Ответы отлично. Да, некоторые вон даже три плюсика поставили, видимо, совсем меня хорошо слышно. Если будет пропадать звук или будут какие-то сбои по звуку, пожалуйста, сразу пишите в чате. Также просьба, если вдруг возникают какие-то вопросы, задавайте нам их в чате, будем по возможности отвечать. Ну, начнем с того, что меня зовут Владимир Юрушев, представляю отдел маркетинга. Со мной моя коллега Елизавета Захарова, также сотрудник отдела маркетинга. И мы вам расскажем о Арабских Эмиратах в компании Annex Tour. Какой у нас продукт, что мы из себя представляем на этом направлении и что вы можете предлагать вашим клиентам. Ну, начнем в общем и целом по компании Annex Tour. Мы растем, мы развиваемся и, собственно говоря, конечно же, не без вашей помощи, за что вам большое спасибо. На сегодняшний день у нас уже 114 направлений отдыха, которые мы предлагаем вашим клиентам. Это 47 стран мира. Если вы видите, практически уже нету мест на карте, где бы не присутствовала компания Annex Tour. Ну, наверное, за исключением Канады, Африки и Южной Америки. Но как бы все в наших руках и, может быть, в ближайшем будущем. И эти территории будут доступны для ваших туристов. Мы растем, мы развиваемся с 96-го года. Вы видите количество направлений, которые у нас открылись. Арабские Эмираты появились в 2012 году. Но мы на этом не останавливаемся и открываем все новые и новые направления. Хочу обратить ваше внимание на новые направления, которые мы предлагаем. Ну, вы видите, что Арабские Эмираты выделены красным квадратиком. Осуществляем мы перелеты туда либо на авиакомпании Azor Air, либо с нашим партнером авиакомпания Emirates на блоках. Об этом более подробно расскажу чуть дальше. Новые направления, которые мы открыли – Малайзия, Франция, Нидерланды, Сингапур, Австрия, ну и так далее, все перечислять не буду. Это не предел к открытию этих направлений. И это все направления, которые мы предлагаем вам на базе перевозки регулярной, то есть GDS. И сразу здесь хочу отметить, что у нас идет акция «Фиксированная комиссия 10% на туры с регулярным перелетом по туру GDS». Поэтому имейте в виду, зарабатывайте и предлагайте вашим клиентам. Наша академия, вы ее наверняка уже все прекрасно знаете, вебинары, инфотуры, бизнес-завтраки, которые мы предлагаем для вас. Хочу остановиться буквально на пару минут на инфотурах. В данный момент мы ведем набор по многим направлениям. Если вас интересуют какие-то направления от компании «Анекс Тур», вы хотите посетить их с нами, посмотреть наш продукт, который мы предлагаем, вы всегда можете подать заявку в разделе «Инфотуры». И, в частности, у нас до сих пор открыт набор в Арабские Эмираты на 2 сентября. Места еще есть, поэтому спешите. Но места очень быстро уходят. Те, кто хочет поехать с нами в Арабские Эмираты, в инфотур, у вас есть такая возможность. Онлайн-газета, дайджест. Если вы не получаете по каким-то причинам нашу рассылку, пожалуйста, напишите нам на rus.marketing. Мы вам с удовольствием эти рассылки подключим. Онлайн-газету вы можете подключить самостоятельно, всего лишь введя e-mail и выбрав город, из которого вам интересна полетная программа, если это не Москва, соответственно. Вы наверняка уже знаете, у нас нет сейчас печатных каталогов, мы их не выпускаем. Обновленные каталоги есть на нашем сайте. На главной странице, в нижней части страницы, есть онлайн-каталоги. По всем направлениям, в частности, и по зимним направлениям, каталоги обновлены, и вы всегда их оттуда можете, да, либо в режиме онлайн использовать, либо просто скачать себе на компьютер эти каталоги. Но печатного варианта у нас каталогов нет. Форма обратной связи. Уважаемые коллеги, здесь, пожалуйста, будьте повнимательнее. С сегодняшнего дня отдел бронирования перестал получать письма на всеми вам известный адрес рус.сейлсобачканокстур.ком. Этот адрес отключен, он больше не работает. Вам необходимо отправлять все ваши сообщения в отдел бронирования, да, если связаны какие-то вопросы по переброням, по изменениям и так далее. Все вы эти вопросы отправляете через форму обратной связи, которая есть у нас на сайте в разделе «Контакты». Также там есть инструкция, те, кто не зарегистрирован или не слышал еще об этой форме обратной связи, да, есть подробная инструкция пошаговая, как вам зарегистрироваться в этой программе, как получить индивидуальный код доступа, ну и вообще, в принципе, как работать с данной формой обратной связи. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь, регистрируйтесь. На сегодняшний день у нас не работают уже e-mail чартерного отдела, авиаотдела регулярных перевозок, выписки документов и отдела бронирования. В ближайшем будущем постепенно все отделы будут отключаться от общих почтовых ящиков, которые вы все прекрасно знаете. Поэтому и вся форма общения будет переводиться вот на эту форму обратной связи. Поэтому, пожалуйста, прочитайте, зарегистрируйтесь. И если вдруг что-то на данный момент не получается, какой-то сбой, не получаете код, да, или что-то вы не понимаете, вы всегда можете написать нам на rus.marketing. Наша почта еще пока работает, и мы вам с радостью поможем оказать содействие в решении ваших вопросов, связанных с этой формой. Еще один новое введение, но уже не новое введение, многие наверняка уже встречали, видели, да, фильтры везде мы добавили. Если, собственно говоря, приходит клиент к вам, а наверняка такие клиенты есть практически у всех, которые хочу туда, сам не знаю куда, а у меня вот столько-то денег, чтобы вам каждое направление не рассматривать индивидуально, вы всегда можете выбрать вот эту вкладочку везде, ввести параметры тура, да, то есть интересующие даты, количество людей, и есть возможность введения ограничений по сумме. И система вам подберет те доступные варианты, которые укладываются в эти параметры, да, и выдаст вам по всем направлениям компании Annex Tour, собственно говоря, предложения, которые укладываются в ваши параметры и в параметры клиента. Да, то есть мы надеемся, что, собственно говоря, облегчит вам вашу работу, да. Еще один фильтр, который мы добавили, вы прекрасно знаете, что в Турции есть ряд отелей, которые не расселяют мужчин в один номер, да, неважно, это друзья, неважно, это дедушка с внуком, да, или папа с сыном, как бы есть определенные, да, у этих отелей требования. Мы специально для вас ввели фильтр, он выбирается в самом уже туре поиска в разделе Турция, называется он Man Friendly, и там вам будут доступны только те отели, которые, собственно говоря, разрешают размещать мужчин в одном номере, да, опять же, чтобы вам не ковыряться в списках, не искать тот или иной отель, размещает он или не размещает. Нажали эту функцию, и у вас отсеялись отели, которые эту услугу не предоставляют. Вы знаете, что, да, очень нужная функция фильтр, да, мы с вами согласны, но, собственно говоря, по вашим просьбам мы эту функцию и ввели. И очень надеемся, что она также вам поможет в вашей работе, да, и вы сможете быстрее предоставлять сервис вашим клиентам, да, долго не запрашивать, не искать какие-то отели. Вы знаете, что компания Azur Air наш партнер, ей получила новые самолеты 3-7-ки в Боинге, и в этих самолетах есть прекраснейший бизнес-класс. В чем его особенность? Ну, конечно же, в том, что кресло раскладывается полностью в горизонтальную кровать, то есть фулл-борд, да, который предлагают клиентам. Обслуживание в бизнес-классе, конечно же, по самым высоким нормам, как и у любой другой авиакомпании. Увеличенная норма провоза багажа 30 килограмм, и ручной клади, да, разрешается в бизнес-классе провести 10 килограмм. Есть алкогольные, безалкогольные напитки, и вы всегда в туре видите, есть ли то или иное направление у нас стоит с бизнес-классом, то обычно появляется функция, да, выбора бизнес-класса, и указана стоимость доплаты непосредственно за бизнес-класс. Обращайте на это внимание, предлагайте вашим клиентам, уверены, что он понравится вашим клиентам, да, потому что отзывы мы также читаем, и все, кто у нас уже полетал в бизнес-классе, остаются очень-очень довольны. Еще одна услуга на рейс компании «Азур Эйр», это услуга «Азур Спейс», да, которую мы предлагаем нашим клиентам. Это выбор места с увеличенным пространством для ног, но это фактически места у запасных выходов. Сразу хочу обратить внимание, если летит семья с ребенком, и ребенок, не достигший 18 лет, то, скорее всего, в услуге будет отказано, да, либо ребенка система не даст зарегистрировать на эти места. Поэтому имейте в виду, с детками, к сожалению, на эти места не сажают, за исключением самого первого ряда носовой части. Там есть возможность, но мест очень-очень ограничено. Вы всегда можете, в принципе, уточнить эту информацию у нас. Как уже говорил, по GDS-турам у нас фиксированная комиссия 10%, имейте в виду, да, с регулярным перелетом, акция действует, и возможность забронировать, и вам, соответственно, заработать. Такая возможность существует. Предлагайте вашим клиентам, посмотрите весь ассортимент компании «Анекс Тур» по этим турам, да, там есть, в принципе, что предложить вашим клиентам. Экскурсионка и пляжный отдых, и комбинированные отдыхи, да, все это есть и доступно уже в системе бронирования. Ну, и, собственно говоря, переходим непосредственно уже к арабским номератам. Да, я, собственно говоря, расскажу общую информацию и продукт компании «Анекс Тур». Конечно, весь продукт я не смогу вам рассказать, к сожалению, в ограниченном времени, но о каких-то отелях все-таки я вам расскажу. И мой рассказ будет заключаться на Эмирате Дубай. Моя коллега Елизавета Захарова, соответственно, расскажет о всех остальных Эмиратах, да, о всех остальных шести Эмиратах, которые, собственно говоря, составляют Объединенные Арабские Эмираты. Немножечко преимуществ отдыха, да, вы прекрасно знаете, что такое Арабские Эмираты. Это активно развивающаяся, в принципе, активно развивающаяся страна, практически передавая по строительству, я бы даже сказал. И хочу обратить ваше внимание, что одна из самых безопасных на сегодняшний день стран для отдыха. То есть она входит в рейтинг одной из самых безопасных стран. Для граждан Российской Федерации у нас безвизовый режим. Я хочу обратить ваше внимание на следующую информацию. У нас на сайте есть эта информация в разделе страна Арабские Эмираты визы, что с 30 мая по техническим причинам компания не имеет возможность оформления виз для граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Татменистана и Узбекистана. Бронирование данных туров, данных граждан в туру возможно только при условии самостоятельного оформления визы по направлению Арабские Эмираты. Имейте, пожалуйста, в виду эту информацию. Она на сайте у нас, как я уже сказал, есть в разделе виза. Еще буквально пару слов в общем и целом об Арабских Эмиратах. Я хочу обратить ваше внимание о том, что есть, да, была точнее такая информация, что клиентов с, если в паспорте стояла виза, да, точнее не виза, а печать Израиля, что не пускают в Арабские Эмираты, это неправда. Все пускают. Ну, на самом деле, сейчас уже Израиль и не ставит в паспорт никаких печатей, да, но все-таки, если печать есть, то не беспокойтесь, ваш пассажир, ваш турист спокойно поедет отдыхать в Арабские Эмираты, и проблем у него не будет. Также, наверняка, вы слышали, да, что была информация в свое время, что не пускают девушек, незамужних в Арабские Эмираты. Это также уже устаревшая абсолютно информация, и как бы с этим проблем не возникает. Относительно ввоза различных дополнительных, да, то, что с собой хотят повезти наши отдыхающие. Здесь я хочу обратить внимание, что на нашем сайте также есть информация. Разрешен беспошлиный ввоз сигарет, табака, да, но, конечно же, в ограниченном количестве. То есть не стоит набирать целый чемодан сигарет, чтобы их провести, потому что разрешат провести только количество, которое разрешено, а это 400 сигарет, то есть 40 пачек, грубо говоря. Да, 4 блока сигарет максимум, что может провести клиент. Алкогольные напитки провозить с собой также можно, но количество их ограничено. Это либо 2 литра вина или крепких напитков, которые может взять с собой турист. Хочу обратить ваше внимание, что категорически запрещен ввоз продуктов из свинины, поэтому предупреждайте, чтобы никакой колбасы из свинины клиенты с собой не везли, потому что все это будет конфисковано на границе. И очень важная информация для туристов, особенно если это турист с какими-то медицинскими показаниями, ограничен ввоз лекарств на территорию Арабских Эмиратов. Полная информация есть на нашем сайте. Список ограниченных лекарств также есть на сайте, точнее на нашем сайте есть ссылка на министерство посольства Арабских Эмиратов в Москве. И, ну, видите, это на самом деле как повезет. Вот, Наталья, да, хочу прокомментировать ваш комментарий. Это как повезет, но, опять же, проблемы могут возникнуть. Мое дело предупредить, а дальше вы уже сами решаете, как можно провозить или нельзя. Есть определенные какие-то требования, да, правила провоза тех или иных продуктов на другую территорию, и, собственно говоря, я вас знакомлю с этими правилами. Все остальное на страх и риск уже самого клиента. По поводу лекарств. Конечно, личные лекарства, там, в принципе, с ним проблемы нету, да, если это какой-то анальгин, там, жаропонижающая, но если это какие-то рецепторные лекарства, да, содержащие какие-то, возможно, наркотические, может быть, вещества, то лучше всего ознакомиться со списком, который есть на нашем сайте. И данные лекарства необходимо регистрировать, то есть на них необходимо получить сертификат разрешения на провоз. Этот сертификат распечатывается и берется с собой. Вот. Имейте в виду, это то, что касается провоза, да, лекарственных средств на территории Арабских Эмиратов. Буквально пару слов о наших акциях. Скидки до 50% в Арабских Эмиратах с программой «Мой Эмирейт Спас», да, который мы предлагаем нашим клиентам. Более подробная информация с ссылочкой на специализированный сайт есть на нашем сайте, anextour.com в разделе «Акция». И, да, собственно говоря, скидка предоставляется по предъявлению посадочного талона и удостоверению личности. То есть ничего дополнительного нам приобретать не нужно. Показываете посадочный талон, показываете паспорт и, собственно говоря, скидка будет предоставлена. Обратите внимание, что до конца августа эта скидка еще действует, да, поэтому у ваших клиентов есть такая возможность ей воспользоваться. Предупреждайте, если они летят авиакомпанией «Эмирейтс» на отдых. Еще для наших клиентов для наших клиентов гарантированный ранний заезд от отелей для рейсов на авиакомпании «Эмирейтс», который мы предлагаем, это наши блоки. То есть все клиенты, которые прилетают на этих рейсах и при заселении в отель показывают посадочный талон и их, собственно говоря, заселяют непосредственно с того времени, к которым они приехали. А это где-то в районе 8 утра, пока трансфер их довезет до того или иного отеля. Поэтому до двух часов ждать не нужно. Обратите внимание, есть даты бронирования, есть даты вылетов, за исключением. Есть некие исключения, просьба на это обращать внимание. Расскажите про лицензию на алкоголь для туристов. Не очень понятен вопрос. Как я уже сказал, алкоголь провести можно с собой, но в ограниченном количестве. Это не более двух литров на человека. Имейте в виду, эта информация также есть у нас на сайте. На всякий случай можете ознакомиться с ней. Лицензия Дубай, о которой мы получаем рассылку. Не понял вопроса. Если не сложно, не очень понимаю пока, о чем речь идет. Лицензия на 30 дней для туриста. На алкоголь. Я немножко прокомментирую. Сейчас действительно ввели новые правила для нерезидентов страны, что касается наших граждан, граждан Российской Федерации. Сейчас при предъявлении также посадочного талона и паспорта наших гостей в определенных магазинах, у нас сейчас конкретно нет списка этих магазинов, но информацию можно, я думаю, в интернете найти. Они приходят, им оформляют лицензию. Действительно, именно в каких-то специализированных магазинах уже можно легально приобретать алкогольную продукцию. Сейчас это стало возможным. Есть какие-то сроки, в течение которых эта лицензия действует. Я сейчас информацию уточню и также сообщу. Да, то есть уточним более подробно относительно вашего запроса. Теперь понял, да, о чем вопрос. И сообщим дополнительно вам, если, может быть, не в данном вебинаре, если вдруг не успеем получить дополнительную информацию, то постараемся сделать рассылку и добавить информацию на нашем сайте в разделе, соответственно, о стране Арабские Эмираты. И, конечно, постараемся сделать рассылку вам. В отелях Rixos, которые есть на территории Арабских Эмиратов, при отдыхе всей семьи, соответственно, оплачиваются только взрослые туристы. То есть мама с папой отдыхают за плату, а дети живут бесплатно. Информация также есть на нашем сайте в разделе акции, поэтому имейте в виду. Эмирейт сказали, на ваших рейсах возможно раннее заселение, но об этом нужно писать. Вот куда писать, чтобы это гарантированно было. Нет, писать ничего не нужно на стойке регистрации в отеле. Вас всегда, в любом случае, ваших клиентов сопровождает гид. И на стойке регистрации клиент просто показывает посадочный талон с паспортом о том, что он прилетел этим рейсом. И гид, безусловно, поспособствует к заселению. Поэтому, в принципе, писать дополнительные информации никуда не надо. Смотрите, у вас даты вылетов 30.08. То есть, крайний вылет из Москвы 30.08. Вернуться, да, по поводу вернуться, раннее заселение, мне кажется, уже не очень интересно клиенту, в принципе, поскольку он возвращается в Москву, поэтому и заселяться-то ему особо никуда и не нужно. Здесь, опять же, крайняя дата вылета 30 сентября, да, по Риксосам, там, где отдыхает семья. То есть, если вылет еще состоял с 30 октября, то есть тур забронирован с вылетом 30 октября, то акция еще действует. Безусловно, с вылетом 1 числа она уже действовать не будет. Имейте в виду. Экспресс-трансфер, опять же, для клиентов, которые отдыхают в Риксос, что с собой представляет экспресс-трансфер? То есть, только клиенты отелей Риксос, да, если их несколько, то, возможно, их будут завозить в разные Риксос-отели, которые, да, по маршруту. Если клиент один, то, соответственно, его одного и повезут в тот или иной отель сети Риксос. Опять же, акция действует до 30 сентября, и 30 сентября – это крайняя дата вылета из Москвы. Немножко о нашем продукте на этот сезон. здесь мы представили вам список отелей, которые мы рекомендуем, которые являются нашими гарантиями, да, или с которыми мы активно сотрудничаем, ну и, соответственно, конечно, которые больше всего выбирают наши клиенты. Относительно перелетов. На данный момент летаем авиакомпанией Emirates на блоках, как уже говорил, то есть на регулярных рейсах авиакомпании Emirates. С 1 октября Azur Air будет выполнять рейсы аж из 22 городов Российской Федерации. Да, и хочу обратить ваше внимание, что с 1 октября у нас еще добавляется блочный перелет на авиакомпании Etihad в Абу-Даби, да, то есть будем летать не только в Дубай, но и в Абу-Даби. То есть это и чартерные, и регулярные рейсы, и у ваших клиентов есть возможность выбора. Также по Абу-Даби обратите внимание, на сайте уже также информация появилась, мы предлагаем для вас, как для агентств, акцию при продаже 10 человек на рейс авиакомпании Etihad Airways, да, соответственно, через нас вы получаете один билет себе бесплатно. Период продаж и период вылетов здесь указан, и на сайте он также отображен. Имейте в виду, у вас есть возможность заработать перелет непосредственно себе, своим коллегам и отправить ваших туристов отдыхать. Точнее, даже не просто отправить ваших туристов, но и заработать себе, помимо комиссии, еще и билет. Теперь перейдем более близко уже к Эмирату Дубаи. Буквально в двух словах об остальных Эмиратах расскажу. Всего семь Эмиратов, которые вы наверняка знаете. Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Умель-Кувейт, Рассальхайма и Фуджейра. В основном наши рейсы летают в Дубаи и дальше уже трансферы в другие Эмираты осуществляются непосредственно из аэропорта International Эмирата Дубай. Время, разница во времени плюс один час с Москвой непосредственно валюта страны Дирхам. Курс приблизительно один доллар 3,68 где-то Дирхам. Ну, то есть если цены сравнивать, то необходимо примерную стоимость в рублях, чтобы узнать примерную стоимость в рублях того или иного товара, указано в Дирхамах, необходимо умножить где-то на 20. Хочу обратить ваше внимание, что в принципе в Арабских Эмиратах принимают валюту, принимают и доллары, и евро в ряде магазинов, но сдачу всегда выдают только Дирхамах. Это надо учитывать и предупреждайте клиентов. Также есть туристический налог, об этом тоже расскажу, если клиент отдает этот, точнее, не туристический налог, а депозит в отеле, если клиент отдает этот депозит наличными в валюте, предположим, это там, не знаю, 300 долларов, то вернут его, к сожалению, в Дирхамах. Поэтому может быть не очень удобно оставлять депозит в валюте, лучше по возможности его оставлять карточкой. На карточке сумма просто блокируется, она не списывается, она блокируется, и в зависимости от банка, после того, как клиент выехал, соответственно, если на ресепшн не сказали, что никаких доплат и использования депозита не будет, то депозит разблокируется, но возврат его осуществляется где-то в пределах 30 дней, все зависит от того или иного банка, чья карточка была предоставлена. что еще в общем по Арабским Эмиратам хотелось сказать, конечно, очень разнообразное количество экскурсий, пустыня, это и экскурсия по городам, это и морские какие-то экскурсии, и ловля крабов, все это есть, поэтому выбор очень-очень большой, безусловно, наши гиды, которые присутствуют в отелях, они, безусловно, клиентам расскажут более подробно отправленные экскурсии, но общее описание по каждой экскурсии есть, опять же, на нашем сайте в разделе страна Арабские Эмираты ну и в подразделе экскурсии. По поводу депозита хочу обратить ваше внимание, об этом скажу, когда буду говорить уже об отелях, не все отели прям очень жестко берут депозит. Что такое депозит? Это залоговая какая-то часть, например, если это отель высокого уровня, типа Риксос, то у него есть рестораны, соответственно, ну, как и у любого ресторана а-ля карт, есть мини-бар. Вот если клиент, например, не хочет оставлять депозит, то ряд отелей идет навстречу. у клиента убирают мини-бар полностью, либо его закрывают на ключ, и если на территории отеля есть какие-то рестораны а-ля карт, предположим, которые идут за дополнительную плату, то клиент оплачивает сразу на месте, после того, как услуга была предоставлена, а не записывает на номер. Вот, собственно говоря, вот такие вот отличия, и ряд отелей идет навстречу клиентам. О размере депозитов я стараюсь вам сказать более подробно по тем отелям, о которых буду рассказывать далее. Ну, вот, собственно говоря, туристический налог взимается при заселении в отель, он оплачивается, но не все, собственно говоря, эмираты этот туристический налог взимают. Полная информация, сколько, за какой отель, в каком эмирате, есть, опять же, на нашем сайте в разделе туристический налог, в разделе доплаты. Все эта информация присутствует. Поэтому тоже сориентируйте вашего клиента на то, что сколько ему эта сумма не возвращается. Безусловно, она остается непосредственно в Арабских Эмиратах. Вы наверняка уже знаете, что в авиакомпании Annex Tour почему в авиакомпании? В компании Annex Tour есть программа Priority. Это ряд отелей, скажем так, VIP-класса, которые мы предлагаем вашим клиентам индивидуальные какие-то дополнительные услуги. Что же входит? Ну, в первую очередь для вас, как для агентства, это страхование комиссии за продажу таких туров. Вот, собственно говоря, список отелей, которые мы предлагаем вам. Понятно, что это отели высокого уровня, такого VIP-сегмента, и при продаже этих отелей вашу заявку будут вести индивидуально сотрудники специального подразделения в Annex Tour сотрудники подразделения Priority. Какие плюсы для вас? В первую очередь, конечно, это страхование вашей комиссии. То есть, если вдруг по вине туроператора меняется время вылета, предположим, какие-то изменения по заявке, и клиент это категорически не устраивает, то мы возвращаем вам полную сумму, и комиссия остается у вас. То есть, вы у клиента ничего не вычитаете, все остается у вас. Для самого клиента есть тоже определенные дополнительные опции, которые ему предлагаются, предположим, если вы забронировали экономический класс, то клиенту предлагается рассадка в Azure Space либо в бизнес-класс, если такой класс есть на рейсе. Но это все, что касается рейсов авиакомпании Azure. То есть, в Emirates пересадка производиться не будет. То есть, если ваш клиент хочет лететь регулярным рейсом авиакомпании Emirates, то и бизнес-класс необходимо бронировать на Emirates отдельно. Я, честно, микрофон даже не дотрагиваюсь до него. Да, постараюсь сидеть ближе, чтобы вам было лучше слышно. Страхование от невыезда бесплатно включено, соответственно, для клиента. Давайте лучше на этот слайд перейдем, потому что вы все-таки не B2C, а B2B клиентов. То есть, это ваши клиенты, которые приходят непосредственно к вам бронироваться и покупать тур у вас. Бизнес-зал предоставляется в аэропорту Москвы, аэропорт Внуково. бизнес-зал Чайковский, который наверняка вы также знаете. Сейчас мы по максимуму попробуем ответить на ваши вопросы, которые вы здесь пишете. Собственно говоря, моя коллега Елизавета параллельно будет отвечать по возможности. Отдельная встреча с гидом. То есть, если клиенты проживают в одном из этих отелей, то гид приезжает индивидуально по согласованию непосредственно уже с клиентом. Конечно, поддержка клиента 24 на 7, безусловно, она есть. И индивидуальная встреча таких клиентов в аэропорту прилета. Сразу хочу обратить ваше внимание, что рейсы авиакомпании Emirates, они всегда прилетают в международный аэропорт. Интернешнл Дубаи. Рейсы авиакомпании Azur Air в большей степени прилетают также в международный аэропорт Дубаи. Но иногда бывает, что рейсы авиакомпании Azur Air прилетают в новый аэропорт, который находится в Дубае. Это аэропорт Аль-Мактум. Ну, честно, на мой взгляд, аэропорт очень удобный, очень комфортный, потому что когда я там был последний раз в прошлом году, кроме нашего рейса туда никто больше не прилетал и было очень комфортно, потому что дьюти-фри работает, народу нету никого, да, и багаж ты получаешь практически мгновенно, пока тебя доставили от самолета до здания терминала, пока ты проходил границу, багаж уже весь разгрузили и выдали на ленту. Поэтому в этом плане очень удобный аэропорт. Он новый, и, насколько я знаю, что большинство авиакомпаний, которые не связаны с какими-то договорами с авиакомпанией Emirates, они будут переведены как раз в аэропорт Аль-Мактум. Международный аэропорт Дубаи International, он станет аэропортом Emirates полностью, и туда будут летать все рейсы Emirates и его партнеры. Ну, и уже более подробнее о Дубае. Как уже говорил, экскурсионная программа очень обширная, это и можно на лодочке проплыть по Марине, посмотреть с воды, собственно говоря, на этот великолепный город, на этот великолепный Эмират. Конечно, Дубай это передовая, собственно говоря, передовой город в плане строительства, и все у них самое-самое, самое высокое здание, самый первый насыпной остров, который вы знаете, это Пальм. Сейчас они делают новый насыпной остров, с высоты птичьего полета он выглядит как карта мира, и также будет, на нем будут построены и частные владения, но и отельная база также там будет располагаться, на этом новом острове. Так что нам недолго осталось ждать, я думаю, что через пару лет мы уже с вами поедем и будем отправлять клиентов непосредственно на этот новый остров. Ну и с вами пришли ближе уже к отельной базе, к нашему продукту, в частности о отеле в Дубае расскажу я. Немножечко отойду от отельной базы, хотела рассказать вам о общественном транспорте внутри Эмиратов, в основном это автобусные сообщения, то есть много довольно-таки автобусных остановок и ходят автобусы, которые вас доставят с точки А в точку Б. В Дубае есть еще метро, очень красивое, очень интересное такое инженерное сооружение, в метро есть вагон класса Голд, это самый первый вагон, при учете того, что метро у них полностью автоматическое, то есть машиниста нету, и вот этот первый вагон Голд, у него первое окно панорамное, можно ехать и наблюдать полностью за передвижением непосредственно по линии метро. Хочу обратить ваше внимание, что метро делится на мужское и женское, есть вагоны точнее, и мужские, и женские, поэтому если клиенты едут с семьей, например, то лучше не заходить в женские вагоны, мужские проще, скажем так, конечно, смотреть будут, но в принципе проблем не будет, но вот в женский вагон мужчину точно не пустят. И они все помечены, они обычно разного цвета, есть специальные указатели, поэтому в принципе клиент не потеряется и не заблудится, не зайдет ни в тот вагон, не зная этого. Все виды транспорта в Дубае можно оплатить карточкой, то есть не обязательно носить с собой наличные, даже такси можно оплатить картой. В принципе проблем нет. Есть водный вид транспорта, который для непосредственно людей, то есть это не экскурсионные какие-то автобусы, а как общественный транспорт, водные автобусы, так называемые водные такси, все это есть, поэтому передвигаться по Дубаю в принципе проблем никакой. Конечно самое распространенное это такси в Арабских Эмиратах, ну и в частности в Дубае есть муниципальные такси, есть частные такси. Частные такси, с ними необходимо торговаться, с ними необходимо договариваться о сумме поездки заранее, вне зависимости от того, куда вы едете, вне зависимости от того, есть у него таксометры или нет. Муниципальное такси, конечно же, оно снабжено все таксометрами и хочу обратить ваше внимание, что за посадку в такси уже необходимо оплатить. Стоимость где-то приблизительно 8 дирхам только-только за посадку непосредственно в машину. Такси также делятся, есть обыкновенные такси, которые для мужчин или женщин, есть женское такси, есть только мужское такси, поэтому здесь тоже надо быть внимательным, но такси не приедет просто так, если какое заказали, такая машина и придет. в основном женское такси оно только на арабское население работает. Ну и пробежимся по отелям, которые мы предлагаем. Как уже говорил, у нас действуют акции, ряд акций на отеле Риксос и в частности Риксос премиум Дубай находится в Джумере. Думаю, что не стоит много останавливаться на Риксосе, все вы их прекрасно знаете. Конечно, это самый высокий уровень, это качество, это имя сети отелей Риксос. В частности, данный отель открылся в 17-м году, Риксос премиум Дубай, состоит из таких двух башен, соединенные одной общей платформой и на первом этаже большой-большой ресепшн, на первом этаже также есть ночной клуб свой и для жильцов этого отеля туда вход бесплатный, безусловно, для жильцов других отелей туда вход платный в этот ночной клуб. это отель на первой линии считается, у него есть свой частный пляж, шезлонги, зонты, полотенца предоставляются бесплатно, да, соответственно, что в отеле есть депозит, который взимается с клиентов, но от него можно отказаться по договоренности на ресепшн и, соответственно, в этом отеле будет закрыт полностью или убран мини-бар и оплата в ресторанах а-ля карта будет непосредственно на месте официантам, да, то есть на номер записать уже нельзя. Хочу обратить ваше внимание, что при бронировании тура 2 плюс 1 либо 2 плюс 2 у нас на сайте опять же в разделе о странах Арабские Эмираты есть информация с правилами бронирования дополнительных кроватей в Арабских Эмиратах. Они немножечко отличаются от общих, да, общепринятых правилах, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с ними перед тем, как будете бронировать. Данный отель, он все номера без балконов, то есть, в принципе, никаких балконов в данном отеле нету. Как уже сказал, в этом отеле есть своя ночная дискотека и есть определенный дресс-код, то есть об этом также надо предупреждать клиентов, да, то есть на ужин дресс-код обязателен, это у мужчин либо джинсы, либо брюки, да, но никаких шорт. Пожалуйста, будьте внимательны, предупреждайте ваших клиентов вот о таких нюансах, которые есть по этому направлению. Следующий отель, о котором хотел бы рассказать, находится он уже на Пальме, Дюкс, Дубай, пять звезд, отличный отель, в английском стиле выполнен интерьер, полностью отель пляжный, то есть он находится на первой линии, напротив этого отеля через дорогу строился торговый центр, он, к сожалению, еще пока тоже в стадии строительства, полностью он еще не функционирует на все 100%, но когда он заработает, это будет самый большой центр в Дубае, больше даже, чем Эмирейтс и Дубаймол. Вот, поэтому ждем его полное открытие, я думаю, что к концу 20-го года, точнее не к концу 20-го года, в 20-м году в Арабских Эмиратах будет большая-большая выставка Экспо 2020, и вот к этому времени, я думаю, что они по максимуму все стройки завершат, да, чтобы уже похвастаться своими достижениями. Дюкс, соответственно, Дубай 5 звезд, первая линия, как уже сказал, рядом буквально в 100 метрах есть променад улица, в этом отеле взимается депозит, депозит взимается в размере 2000 дирхам за 7 ночей, да, то есть, если это 14 ночей, там будет 4000, но есть возможность отказаться от депозита, и, соответственно, условия отказа депозита, я вам уже рассказывал, да, это закрытие минимара, и оплата дополнительных каких-то услуг непосредственно на месте, то есть, на номер записать ничего нельзя будет. есть в этом отеле шаттл бесплатный, который предоставляется жильцам отеля в торговые центры Marina Mall и Dubai Mall есть свой детский клуб от 3 до 12 лет, с 10 до 10 он работает и принимает всех детишек, да, соответственно, вот в этом возрасте. Трансфер в торговые центры три раза в день, то есть, можно выбрать любое время, которое удобно для клиента. У отеля собственный пляж, зонтики, шезлонги, полотенца предоставляются бесплатно в этом отеле. Еще один отель цепочки Rixos, Rixos De Paine Dubai, 5 звезд, ну, понятно уже, да, что он находится на пальме из названия и, естественно, понятно, что он сразу же находится и на первой линии. В чем особенность этого отеля? Зонты, шезлонги, матрасы, все бесплатно непосредственно на пляже. Пляж состоит из различных зон, а их три. Это бич это с анимацией, сьют бич это отдельная зона для гостей номеров категории сьют и фэмили бич это зона спокойного такого отдыха, спокойного времяпрепровождения, где нету музыки. В отеле занимается депозит, это 300 долларов приблизительно где-то депозит. Для гостей, которые приехали отдыхать в этот отель на системе все включено, то есть ультра all-inclusive депозит составляет 500 дирхам за 7 ночей. Если гости приехали в этот отель отдыхать на базе завтрак и ужин, то депозит составляет 1500 дирхам за 7 ночей. По поводу отказа от депозита здесь необходимо также договариваться на ресепшн. Как я уже говорил, большинство отелей идет навстречу. Есть индивидуальные кабаны на пляже, но они, конечно же, за отдельные деньги. Несколько ресторанов а-ля карт в этом отеле, ну и, конечно же, общий ресторан, который накрывается как шведский стол. В этом отеле есть свой мини-клуб, вообще, в принципе, во всех отелях Сетирикс есть свой мини-клуб, да, Рокси Клаб, он присутствует от 4 до 12 лет, и в этом отеле есть возможность взять няню, няня стоит приблизительно 125 дирхам за одного ребенка в час. Имейте в виду, такая же услуга, в принципе, доступна в этом отеле. Не все отели предоставляют няню, да, во всех отелях есть возможность запранировать, точнее, воспользоваться ее услугами. Следующий отель, который хотим вам, о котором хочется рассказать, отель Auris Inn, да, соответственно, в чем его особенность? У данного отеля своего пляжа нет, предоставляется бесплатный трансфер на пляж Jumeirah Кит, и предоставляется он один раз в день, это с 10 до 15, в 10 часов из отеля в 15.00 обратно в отель возвращаются гости. В этом отеле есть номера для людей с ограниченными возможностями, и есть даже инвалидное кресло в этом отеле. В номерах есть вода, чай, кофе, безусловно, предоставляется, рядом с отелем есть продуктовый магазин 24 часа, который работает. Для детей в этом отеле практически ничего нет, но есть няня, который предоставляется платно, детское меню в отеле предоставляется, имейте ввиду, но нету соответственно китсклаба, где можно можно оставить этих детей. Следующий отель, о котором хочется рассказать, авеню отель Дубая 4 звезды, это уже регион Дейра, район Дейра, открыт был в 2007 году этот отель, реновация проводилась два года назад. У отеля своего пляжа также нету, городской отель, отель предоставляет трансфер на пляж, отправка из отеля в 9.30, на пляж обратно, точнее, с пляжа приезжают гости в 14.30. Отель работает на концепции питания завтрак, завтрак, обед или завтрак, обед и завтрак, обед и ужин. Если вдруг клиенты выбрали тип питания в этом отеле завтрак, обед, на ужин поменять, к сожалению, возможности нету. Для детей в этом отеле, кроме как секция, отдельной секции в бассейне, ничего, к сожалению, не предоставляется. В этом отеле взимается депозит в размере 200 дирхам за весь период проживания. Ресторанов а-ля карт отдельных у этого отеля также нет, есть только общий ресторан, где проходят, собственно говоря, завтраки, обеды и ужины. Следующий отель, канал Central Hotel 5 звезд, это уже район Downtown. Отель состоит из одного 19-этажного здания. В этом отеле также один ресторан основной, ресторанов а-ля карт нету. В отеле взимается депозит в размере 500 дирхам за весь период проживания. Не буду уже останавливаться на том, что в принципе в большинстве отелей можно отказаться от депозита. У отеля нет своего пляжа и с 13 октября будет предоставляться трансфер непосредственно на пляж общественный. два раза в день он будет курсировать. Сейчас пока курсирует один раз только. Для детей в данном отеле опять же ничего нету, поскольку городской все-таки отель, мини-клуба нету, есть детская зона в бассейне и безусловно детские кроватки во всех отелях предоставляются. Следующий отель, о котором хотел вам рассказать, First Central Hotel, это уже апартаменты, да, то есть этот отель имеет, вон вы видите на фотографии небольшую кухню, практически все кухни со стиральной машинкой, да, безусловно присутствуют. рядом с этим отелем большой супермаркет 24 на 7, который есть, в отеле взимается депозит в размере 300 дирхам за весь период проживания. Опять же, бронируя в этом отеле доп. кровать, ТЭКОМ, это, прошу прощения, да, забыл сказать, уже район ТЭКОМ, этот отель находится, да, в районе ТЭКОМ, и при бронировании двух, точнее, более двух человек в номер, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами бронирования дополнительных кроватей на нашем сайте. для детей практически ничего нету, отель работает на концепции завтрак, 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 обед или ужин, можно менять, соответственно, да, то есть хавборд, обед меняется на ужин, либо ужин на обед, и фуллборд, завтрак, обед и ужин предоставляется в этом отеле. Навитки только безлоковольные. Следующий отель, предпредпоследний, о котором я вам расскажу, Reflection Hotel, это уже район Бур-Дубай, отеля своего пляжа нету, ближайший пляж приблизительно в шести с половиной километрах от этого отеля, но отель предоставляет бесплатный трансфер на пляж, он присутствует один раз в день, этот трансфер в 10.30 отправляется, соответственно, автобус на пляж. Концепция питания завтрак, завтрак, обед, либо завтрак, обед и ужин на All-Inclusive в этом отеле нету. Депозит взимается в размере 50 долларов за весь период проживания в данном отеле. Для детишек здесь нету практически вообще ничего, то есть, кроме кроватка по запросу. Все остальное, к сожалению, не предоставляется. Wi-Fi также бесплатен в этом отеле. кстати, забыл сказать, если вдруг вы видите в описании отеля на нашем пляже, что отель не имеет своего пляжа, то в большинстве случаев, а это 99% отелей, которые не имеют своего пляжа, соответственно, в шезлонге зонты на пляже, на который привозят клиентов, они будут платны, имейте это в виду. Приблизительно 20, по-моему, дирхам стоит один комплект, шезлонг и зонт. И не во всех отелях выдаются полотенца, то есть пляжные принадлежности, полотенца для пользования пляжем. Royal Centre de Palme презентацию Royal Centre de Palme 5 звезд отель находится он в районе Дубая Палин Джумейра. В чем особенность этого отеля? У него есть собственный песчаный пляж, шезлонги, зонтики, полотенца предоставляются бесплатно. Работает, есть депозит, депозит взимается в размере 140 долларов за ночь. Будьте внимательны, то есть если в большинстве отелей за весь период проживания, то в данном случае берется за ночь. И нет для детей Kids Club, но есть игровые площадки, есть детский бассейн отдельный, отдельно от общего бассейна. Ну и собственно говоря, я заканчиваю. Последний отель, о котором хотелось бы рассказать, это Stella de Mara Dubai Marina. Соответственно, из названия уже понятно, что находится он в районе Marina. Отель относительно новый, ну не относительно новый, открылся он в 2018 году. Общественный пляж от этого отеля находится в 800 метрах, но отель, как бы это ни казалось странно, да, предоставляет трансфер четыре раза в день до пляжа. Отель предоставляет пляжные принадлежности, до пляжа от отеля дойти можно, в принципе, пешком за 10 минут. Зонты и шезлонги на пляже платные, поскольку пляж общественный. В номерах этого отеля есть кофемашина своя, да, то есть не просто чай-кофе, который во всех отелях практически присутствует, но в этом есть своя кофемашина. Депозит взимается в размере 500 долларов за весь период проживания в данном отеле. Но сразу хочу обратить ваше внимание, что рядом по соседству ведутся строительные работы. Но в принципе надо отдать должное Арабским Эмиратам, в частности Дубае, там это всегда одна большая стройка, строится практически везде что-нибудь, да, какой-нибудь соседний отель, апартаменты, торговый центр. Вот, поэтому не стоит этого пугаться, в 99% случаев никакого постороннего шума, никакого постороннего звука, да, там, вибраций и так далее, от этих строек нет. и на этом я заканчиваю свою часть, передаю, собственно говоря, слово своей коллеге Елизавете Захаровой, которая вам расскажет уже о других Эмиратах более подробно, да, и о том продукте, который мы предоставляем. И буквально напоследок, что я хочу сказать по поводу отелей, которые находятся в Дубае. Довольно-таки часто читаешь отзывы об отеле, что были грязные стекла, да, то есть были грязные стекла, вот была плохая видимость. Коллеги, хочу обратить ваше внимание, что действительно так и есть, вполне возможно, что можно с этим столкнуться. К сожалению, отели не имеют права самостоятельно мыть стекла, даже если какая-то цепочка прям свой владелец, да, они не имеют права мыть окна в своем здании. Это делает специальная служба, которая принадлежит Эмиру, но ввиду особенностей нахождения Эмирата, то есть находится он в пустыне, кругом песок, поэтому вот эта пыль, она летит постоянно, практически песчаная пыль, и окна таким вот образом они как бы немножко затуманиваются. Поэтому просто не стоит на это обращать внимание, на мой взгляд, не стоит просто наслаждаться красивейшими видами, прекрасным отдыхом, великолепными отелями, питанием на этих курортах. Все, спасибо за внимание, передаю слово Елизавете. Всем добрый день или добрый вечер, дорогие друзья, мы продолжаем наш вебинар, сейчас будем говорить о таких эмиратах, как Абудаби, Шарджа, Шман, Расильхайма и Фуджейры. Конечно же, Маликуэйну мы захватывать не будем, поскольку мы его продаем, это действительно так, но, как правило, спросим не пользуются, поскольку эмират достаточно бедный, ну и по инфраструктуре, так и по отелям, которые он предлагает. Нам более интересны другие эмираты, и сразу, какой последний вопрос успела зацепить по поводу Стелла Демара, который сейчас на слайде изображен. Это отель абсолютно новый, он открыт, заново отстроен в 18-м году, это не какой-то там прошлый отель, какой предлагался тут в комментариях, не помню название. Итак, мы переходим к Эмирату Абудаби. Кто-нибудь вообще в Абудаби был? Давайте посмотрим в комментариях русики, напишите, интересно, много ли нас были. Очень хорошо. Я думаю, что вы у нас менеджеры опытные, конечно же, знаете, что столица Объединенных Арабских Эмиратов это не Дубай, ни в коем случае, а именно Абудаби. Абудаби у нас территориально располагается примерно в двух часах езды, полутора-двух часах, и в 160 километров от интернашн аэропорта, который располагается в Дубае. Ну, как Владимир уже успел сказать, начиная с 1 октября, у нас есть блочные места на авиакомпанию Этихат, поэтому, пожалуйста, будьте проинформированы и предлагайте в том числе, если будете отели предлагать в Абудаби, перелет непосредственно на этой авиакомпании. Абудаби является не только столицей Объединенных Арабских Эмират, одной и самым крупным из всех семи Эмиратов. Кроме того, Абудаби это самая дорогая современная страница столица Ближнего Востока, и если посмотреть либо с высоты птичьего полета, либо с космоса, можно увидеть, что Абудаби состоит из множества-множества различных островов, а в общей сложности рассчитывается порядка аж 200 таких островов. Ну, а самые известные, я думаю, вы тоже, конечно же, их слышали либо знаете, это такие острова, как Садият, остров Сербаньяс и остров Яс, которые являются самыми крупными на территории Эмирата Абудаби. Несмотря на то, что территория очень большая, этого Эмирата, конечно же, большая часть является неоперемой и не заселенной, тем не менее. А если мы говорим о вышеупомянутых островах, таких как Садият, остров Яс и Сербаньяс, это, конечно же, самые оживленные участки Эмирата Абудаби представляют собой, можно сказать, уазисы среди пустыни, которые заселены парками, заповедниками, небоскребами, конечно же, и самыми необычными архитектурными проектами и достопримечательностями. Стоит отметить, что Эмират Абудаби имеет климат более благоприятный, но, тем не менее, какой-то кардинальной разницы среди других Эмират не будет, но стоит отметить, что все-таки Абудаби находится на различных островах и территория продувается намного лучше, плюс морской воздух, он не такой сухой, как в пустыне. Также отличительной особенностью данного Эмирата является его озеленение, это самая зеленая семья Эмират. Пусть на данной картинке, может быть, это не так ощущается, может быть, не так видно, но это действительно так, и стоит отметить, что даже когда ваши туристы будут отправляться из аэропорта Дубая в сторону Эмирата Абудаби, они сразу увидят, где начинается граница двух Эмират, поскольку именно с начала границы начинают появляться различные кустарники, пальмы, тем самым показывая, какой Абудаби есть на самом деле. С каждым годом Эмират становится все более популярным, конечно же, если мы говорим о стране Объединенной Арабской Эмираты, то в первую очередь мы думаем о Дубае, но Абудаби не собирается сдавать позиции, стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом рост количества туристов увеличился почти на 60%, и это очень-очень большая цифра, и, конечно же, хорошая новость для нас всех. На следующем слайде я бы хотела вкратце рассказать о тех местах, которые вы можете предложить вашим туристам, если они отправляются в столицу Объединенных Арабских Эмират Абудаби. Данный слайд больше, конечно, посвящен туристам возрастным, а взрослым туристам меньше для детей. Для детей будет следующий слайд посвящен, и на первой картинке вы можете видеть новую обзорную площадку, которая открылась в 2018 году, и находится она на 74-м этаже очень роскошного отеля сети Джумэйра, наверняка как вы, конечно, его знаете, может быть, продавали, это Этихат Тауэрс. Высота данной смотровой площадки 300 метров, и благодаря круговой панораме, которая находится по всему диаметру этой смотровой площадки, можно увидеть с высоты птичьего полета великолепные виды на столицу Объединенных Арабских Эмират, на Персидские заливы, на набережную Корниш. Место очень действительно приятное, стоит посетить, можно это сделать днем, можно сделать это утром, а лучше это сделать, конечно же, вечером. Здесь также на территории этой смотровой площадки есть кафе и рестораны, где наши гости могут расположиться и насладиться этим прекрасным видом. Центральная картиночка у нас, конечно же, посвящена самой большой мечети визитной карточкой, конечно, этой страны и Эмирата Апудаби это мечеть Шейха Зайда. Место, которое не стоит описывать, просто нужно туда съездить, можно утром, можно вечером лучше и так, и так, потому что мечеть действительно невозможно описать словами, это очень, очень красивое сооружение и прекрасно оно и в дневное, и в вечернее время суток. Мечеть можно посещать как в рамках туристических, туристических, как сказать, в рамках туристических автобусов, а также можно приехать самостоятельно, абсолютно, вход бесплатный, свободный, конечно же. Единственное, надо обязательно понимать, что нужно иметь закрытую одежду женщинам, обязательно закрытые руки, закрытые ноги, шею и покрывать голову обязательно, но мужчин не так строго, конечно, главное, чтобы никаких шорт и никаких открытых футболок не было. И третья картинка это великолепный лувр Абудаби, наконец-таки его открыли, еще, я думаю, кто был, вот кто плюсики тут написал, не все, наверное, были, я, к сожалению, тоже не была, но, может быть, в этом году у меня все-таки получится посетить это великолепное место, находится лувр у нас в культурном квартале острова Садият, ну, вы знаете, наверное, может быть, кто-то во Франции посещал лувр, здесь собраны шедевры различных произведений искусств из разных стран мира, в том числе некоторые экспонаты привезены непосредственно из французского лувра, стоит отметить, что вход сюда, он абсолютно недорогой, его может позволить абсолютно любой турист, около 15 евро, что равняется примерно 60 дирхам. Следующий слайд, как я и сказала, он посвящен более семейному отдыху, прежде всего, конечно же, детскому. Я думаю, что все вы картиночки узнали, конечно же, что это за такие объекты, все они находятся на острове непосредственно Яс, и первая картинка это аквапарк Яс Waterworld, кто-нибудь был уже, давайте еще посмотрим на плюсики, будут ли они у нас прибавляться, кто был в аквапарке Яс Waterworld, который находится на острове Яс. Аквапарк абсолютно шикарный, я его советую всем, и взрослым, и детям. Состоит он из 40 водных развлечений, 5 из которых являются уникальными настолько, что аналогов нет нигде во всем мире. Например, ныряние за жемчугом. С помощью опытных инструкторов можно будет правильно нырнуть, удержать дыхание, при этом искать на дне раковины жемчуг. Ну и стоит отметить, что это не просто аквапарк, здесь еще, если вам вдруг наскучит, может быть, посещать различные водные аттракционы, здесь еще проводится множество шоу, в том числе и шоу под водой, что тоже очень удивительно и уникально. Я крайне советую, вот действительно я была два раза в этом аквапарке, и очень хочу даже в третий раз, очень им не нравится. Следующая картиночка, экстремальная картиночка, это тематический парк аттракционов Ferrari World. Давайте посмотрим на плюсики, кто у нас был в парке развлечений Ferrari. Пишут, пишут плюсики. Какие вы молодцы. Очень известный парк. Чуть его меньшая копия есть, конечно же, в Порто-Вентуре, неподалеку от Испании, но в Апудаме просто шикарный крытый парк был построен. Здесь очень много аттракционов, они рассчитаны абсолютно на любых туристов, в том числе и на маленьких детишек, там можно будет покататься на маленьких машинках Ferrari. Ну, а для самых экстремальных, данный парк может предложить самый известный аттракцион, называется он Formula Rosa, где вы садитесь в такую машину Ferrari и разгоняетесь до 240 километров в час за 4,9 секунд, и это максимальный рекорд. Кроме того, недавно появился такой аттракцион, он называется летающий Аз, он представляет собой первую американскую уборку на основе виплайна 20-х годов с тройной, самой высокой в мире петлей и самым крутым спуском. В общем, прекрасный парк для тех, кто любит пощекотать себе нервы, ну, или просто отдохнуть прекрасно с семьей. Еще раз повторюсь, здесь не только супер, такие страшные аттракционы есть экстремальные, здесь можно найти по душе абсолютно каждому гостю какой-то вид отдыха. И третья картиночка в прошлом году, хорошая новость, у нас открылся новый парк, тематический Warner Bros. World, Абу-Даби, он так называется, тоже он состоит из различных аттракционов для любителей мультиков и кинофильмов от Warner Bros. таких героев как Бэтмен, Фоксбани, Скуби-Ду, Флинстон и многие-многие другие персонажи этой кинокомпании. Warner Bros. World Абу-Даби состоит из 29 аттракционов и, конечно же, проводит в том числе и различные шоу. И я бы хотела показать вам небольшое такое видео, я надеюсь, оно у меня запустится. Похоже, что не запустится. Очень жаль. Но ничего, хотела вам показать небольшое видео, вкратце, которое рассказывает непосредственно о острове Яс и о этих двух тематических парках, потому что все-таки рассказывать это одно, а смотреть абсолютно другое. Ну ладно, ничего страшного. Тогда вкратце рассказала о том, чем можно заняться на территории Эмирата Абудаби. Что самое интересное, забыла упомянуть, что также известен у нас остров Яс с трассой Формулы-1, где проводятся в том числе и горки Формулы-1. Они проводятся примерно в последние выходные ноября, и наши туристы в том числе отправляются в Абудаби именно по этой причине. Если ваши туристы может быть увлекаются гонками, то билеты необходимо конечно же планировать заранее. Ну а те, кто не хотят на горки идти, а хотят именно поучаствовать в гонках самим, можно поездить на этой трассе. Конечно же не в разгар проведения данной Формулы-1, а просто в другое время можно будет поездить на гоночной машине, на картинге или даже на болиде цены до 30 тысяч рублей примерно ориентировочные. Если говорить в принципе о отдыхе в Абудаби, это конечно же дорогой отдых пляжный в отелях самых высоких звезд с комфортным размещением и конечно же высококлассным сервисом, поскольку именно в Абудаби расположились самые известные цепочки такие как Сент-Реджис, Парк Хаят, Ратана, Риксас, Джумейра и многие-многие другие известные цепочки, которые предлагают в том числе и лакшери сегмент. Но тем не менее и бюджетные туристы смогут в Абудаби хорошо отдохнуть, поскольку на территории находится множество городских отелей, не на городских, с минимальной территорией, но по очень привлекательной цене. Поскольку отели городские, значит самостоятельно необходимо будет добираться до пляжа, если он в шаговом доступности находится, это, конечно же, очень хорошо. Но вот Владимир сказал, что в Дубае действительно общественный транспорт развиты очень хорошо, там есть и метро, и трамваи, и такси, и автобусы, все, что хочет турист. В Абудаби тут немного попроще, конечно, будет с общественным транспортом, в основном наши туристы передвигаются на такси. Но такси, к слову сказать, не очень дорогое, а в Абудаби есть шикарные общественные пляжи, куда могут наши туристы отправиться, чего только стоит пляж Корниш, который почти 5 километров длиной широчайшего песчаного прекрасного пляжа. Давайте перейдем непосредственно к первому отелю, к открытию 2018 года. Это роскошный Rixos Adiat Island, пятизвездочный отель. Хочу сказать, что отель уникальный в своем роде, и действительно не зря так говорят, что именно этот отель увеличивает поток наших туристов на территорию именно Эмирата Абудаби. Действительно, отель мгновенно завоевал сердца наших туристов. Отель он не дешевый, отель дорогой и действительно предлагает концепцию лакшери отдыха. И по пальцам можно пересчитать, какие отели предлагают питание ультра все включено на территории Абудаби. Rixos один из таких отелей, который предлагает уникальную концепцию ультра все включено и обеспечивает прям таки неограниченный доступ к ресторанам и барам. Отель развлекательным абсолютно различным мероприятиям, в том числе и аквапарком и шикарнейшим вечерним мероприятием. Как можете заметить, отель был вдохновлен арабской культурой, он действительно очень красиво, очень качественно и по-восточному был сделан. Хочется сказать, что самая минимальная категория номера в Rixos Adiat это Deluxe Room Garden View. Его квадратура составляет 45 квадратных метров и максимальное размещение 3 взрослых либо 2 плюс 2. Давайте для тех, кто запрашивает ссылку на YouTube и для тех, кто запрашивает презентации, если это вам необходимо, я боюсь кого-нибудь обделить, просто для вас информацию на почту rus.marketing собака anxtur.com напишите нам вот прямо сейчас это письмо и я всем и каждому из вас отправлю презентацию с видео и с отелями. Будьте так любезны. По поводу местоположения. Находится отель, судя по названию, конечно, вы все догадались, на роскошном острове Садияд на первой береговой линии белоснежного эко-пляжа, как видите, территория с зонтиками и шезлонгами непосредственно в близости прибегает к прибрежной линии, а это значит, что пляж полностью сохранен в его изначальном виде, как видите, нужно будет до шезлонгов немного пройти, поскольку дирекция отеля решила не трогать вот именно те кустики, которые окружают этот прекрасный отель. так, я вам пишу почту, на которую необходимо будет вам написать, напишите, пожалуйста, самостоятельно, что вам необходима презентация с сегодняшнего вебинара. сейчас мгновение. И если также у вас будут возникать какие-то вопросы, возможно, я не успею что ответить на них в рамках вебинара, поскольку времени немного совсем остается, вы, пожалуйста, нам напишите, и я смогу ответить на все интересующие вопросы. Почту я отправила по поводу депозита. Как Владимир сказал, что депозит может быть рассматриваться такой вариант, что его можно не оплачивать. В Риксосе, к сожалению, такой возможности нет, он оплачивается обязательно, это 100 дирхам в сутки за номер, примерно около 30 долларов в сутки. Как я уже сказала, для детей здесь абсолютный рай, здесь есть бассейн с искусственной волной, есть аквапарк с водными горками, различные активности, начиная от дискотек ферменных Рикти Клаба до магических шоу, кулинарных мастер-классов, охот за сокровищами, различных игр и многое-многое другое. Для любителей активных видов спорта, для любителей спорта в этом отеле работает Рикса-спорт-академия, специальная академия спорта с профессиональными тренерами, где можно будет заниматься абсолютно любыми видами спорта, в том числе и пилатесом, йогой, бодибалансом и многими другими программами. От данного отеля отходит бесплатный трансфер в торговый центр Ясмол, который находится на острове Яс, очень популярный торговый центр. Стоит отметить, что в Абу-Даби нет такого огромного выбора торговых центров, то есть шоппинга, как в Дубае. Но есть такой торговый центр Ясмол, он действительно очень достойный, и Риксос туда довозит туристов абсолютно бесплатно. Я перехожу к следующему слайду. Следующий слайд это Эмират Шарджа. Ну, Шарджа, я думаю, каждый из вас, конечно же, знаком, поскольку все рекорды продаж именно Шарджа у нас бьет, и на то есть очень множество причин. Конечно же, в первую очередь это цена отелей, которые Шарджа предлагает. Здесь есть действительно очень экономичные варианты отелей на пляжной линии, то есть ехать никуда не нужно, плюс близость к интернешнл аэропорту Дубая, трансферимся мы туда порядка 40 минут, ну и конечно же различные семейные концепции отелей, поскольку Эмират Шарджа это прежде всего семейный Эмират, очень много отелей с территориями, предлагающие питание, в том числе и все включено, и анимацию для отдыха с детишек. Эмират Шарджа располагается по соседству с Дубаем, то есть до Дубая можно доехать ну за 20, за 30 минут и находясь в отеле, не платив каких-то сумасшедших денег, поскольку ценовая разница даже одних и тех же цепочек, что находятся в Дубае и находятся в Шарджа, она огромная, гости могут в любой момент отправиться до всех достопримечательностей, которые предлагает нам Дубай. Эмират Шарджа омывается не только водами Персидского залива, но и водами Аманского залива на востоке, я думаю, это тоже информация вам известна, а небольшая часть Эмирата Шарджа находится по соседству с Фуджейрой. Стоит отметить, что Шарджа это еще и культурная столица Объединенных Арабских Эмират. Именно здесь сосредоточено огромное количество музеев, галерей, театров и различных рынков, которые очень любят посещать наши туристы. На данном слайде я сделала три картинки и хотела бы рассказать, куда ваши туристы смогут сходить, что посмотреть интересного в Эмирате Шарджа помимо каких-то культурных достопримечательностей. Первая картинка это пляж Альхан, муниципальный пляж, шикарный, с песчаным пологим заходом в море, абсолютно малолюдный, к сожалению, он не оборудованный, а может быть, это и большой плюс для него. Он находится неподалеку от центральной части Шарджи для тех туристов, которые будут проживать, например, в городских отелях, не имеющих пляжа в Шарджи, они могут отправиться на пляж Альхан, сделать это проще всего, конечно же, сев такси, назвав бич Альхан. И приехать на вот этот шикарный пляж, они останутся абсолютно довольны, поскольку здесь нету никаких толп, нету множества людей, пляж очень свободный и достаточно длинный по своей длине. Следующее, на что стоит обратить внимание, кто был в Шарджи, я уверена, вы гуляли по красивейшей набережной, называется она Карниш, это нижняя картиночка, очень популярное место, как среди местных жителей, и так и среди наших туристов, уставших от пустынных ландшафтов. Почему любят именно это место, поскольку здесь именно большое скопление различных заведений, ресторанов, кафе, здесь можно спокойно посидеть в парке, может быть, сходить на пикник и просто отдохнуть. Совсем забыла упомянуть, но я думаю, что каждый из вас знает, что Эмират Шаджа считается самым строгим Эмиратом и именно здесь действует сухой закон. Это значит, что алкогольные напитки не подаются в отелях абсолютно и приобрести их тоже будет невозможно. Также распитие алкогольных напитков запрещено в общественных местах, ни в коем случае на территории данного Эмирата. И самая высокая картинка опять-таки я подготовила для вас видео, но оно не хочет запускаться. В 2014 году на территории Шаджи состоялось открытие парка Альмантаза, называется он так. Сейчас территория парка стала намного больше, она состоит из трех частей и включает в себя аквапарк, зеленый парк и зону развлечений. Здесь есть водные горки, есть бассейны, есть батуты, карусели, видеоигры, зона для спокойного отдыха, для проведения пикника. И в 2018 году парк немного отреставрировали, обновили и добавили еще 35 аттракционов, в том числе бассейн с волной, искусственной рекой и множество игровых детских площадок. Это я к тому, куда можно будет отвезти вашего ребеночка, где ему будет интересно, если мы говорим об Эмирате Шарджа. Видео не запустится, ну ладно, ничего страшного, если вам будет необходима презентация, вы теперь знаете, куда вам писать. Ну а мы начнем знакомство с нашими базовыми отелями, которые мы предлагаем в нашем Эмирате. и мы начинаем с Капторна Хотел Шарджа, 4 звезды, может быть, кто-то уже гостей ваших отправляет. Да, мы с ним работаем уже не первый год и сотрудничеством с данным отелем очень довольны, поскольку прекрасное соотношение цены и качества предлагает этот отель. Как вы можете заметить, отель городской, он находится не на пляже, а находится как раз-таки на берегу прекрасной лагоны Халида, которая располагается на набережной Карниш, который я сказала чуть ранее. Открыт он был в 2013 году, отель в прекрасном состоянии, пляжа нет, но отель организовывает бесплатный трансфер два раза в день на общественный пляж, то есть, соответственно, зонтики, шезлонги либо с дополнительной платы, либо гости располагаются на своем, к примеру, полотенце, либо же гости этого отеля могут воспользоваться бесплатным трансфером, но на пляж отеля Коралл Бич, где есть оборудование, зонтики, шезлонги также, но уже за дополнительную плату стоимостью 35 дирхам за взрослого человека и 25 дирхам за ребенка. Кроме того, от отеля организовываются бесплатные шаттл-басы до торговых центров, как Шарджи, так и Эмирата Дубай. Стоит отметить, что в отеле не взимается депозит, это один из его плюсов. Интернет, конечно же, предоставляется бесплатно. Если мы говорим о категории номеров, стартовая категория это Deluxe Room 21 квадратный метр, максимальное размещение два взрослых. Бронировав Deluxe Room, вы получаете номер с видом на город или без вида, то есть на соседнее здание, как вы можете видеть, которое находится с левой стороны от корпуса Капторна. Отель работает по питанию завтраки либо завтраки ужина. Если говорить о семейной концепции, то я бы не советовала его для отдыха с детьми, поскольку здесь есть только небольшая секция бассейна и никаких других сервисов нет. Бассейн, который вы видите, он находится на верхнем этаже отеля, поскольку территории тут никакой нет. Следующий отель это Holiday International Charger, 4 звезды, находится неподалеку от Капторна, это значит, что отель также городской, но у него есть своя территория, и территория достаточно большая и зеленая, что очень удивительно для Эмирата Шарджа, поскольку в основном отели городские, которые находятся, они все-таки вообще территории не имеют и никакого озеленения. Holiday International также располагается неподалеку от набережной Корниш, где сосредоточена вся инфраструктура и куда гости могут отправиться погулять. Было на Тренавире в 2017 в 2017 году точно такая же история с пляжем. Гости могут воспользоваться бесплатным трансфером до общественного пляжа, до бесплатного пляжа, либо же воспользоваться трансфером до пляжа отеля Шарджа Карлтон, где можно будет оборудование приобрести стоимостью 25 дирхам за человека. Данный отель работает по питанию от завтраков до софт все включено. Почему софт? Потому что напоминаю вам, Эмират абсолютно безалкогольный и при питании софт все включено, алкогольные напитки не подаются. Также стоит отметить, что такие напитки, как капучино и латте и эспрессо подаются за дополнительную плату в данном отеле. Номерной фонд состоит из двух категорий номеров. Это стандарты Junior Suite, стандарты небольшие по площади от 23 до 27 квадратных метров и имеют вид на город, либо на лагуну. Если мы говорим о Junior Suite, то здесь уже чуть больше размещения до трех человек и номер представляет собой спальню и гостиную. гостям Неподалеку от Holiday International Шаджи располагается отель Marbella Resort 4 звезды и стоит отметить, что у этих двух отелей один хозяин и территория у них общая, то есть можно гулять и там и там. Если мы говорим о Holiday International, то это размещение в корпусе, а если мы говорим о Marbella Resort, то вашим гостям предлагается 100 различных вилл с абсолютно разным размещением, в том числе и для больших семей. Marbella Resort это, конечно же, настоящий городской оазис в центре Шаджи. Территория действительно очень зеленая, очень уютная и буквально-таки утопает в различных пальмах и кустарниках. Какая здесь ситуация по пляжу? Да точно такая же, собственного пляжа нет, гости могут воспользоваться бесплатным трансфером на пляж отеля Шарджа Карлтон, вход туда 25 Дирхаб. Как я сказала, размещение здесь будет в виллах. Минимальная вилла это категория Junior Suite 41 квадратный метр, номер состоит из спальни и гостиной, и позволяет разместить до двух взрослых и двух детей. Помимо бесплатного трансфера до пляжа, от данного отеля также входит трансфер до пляжа Эмирата Дубай, называется он Кайт Пич, это также общественный пляж Дубая. Ну и Дубай Мол можно также посетить, воспользовавшись бесплатным трансфером у данного отеля и Дэйра Сити Центр тоже можно будет съездить у данного отеля. Если мы уже тут говорим про семейный отдых, то на территории этого отеля есть и детская площадка, и секция в бассейне, стульчики в ресторане, детское меню, то есть здесь уже более ориентирован непосредственно на отдых с детьми этот отель. Следующий отель Шаратон Шарджи Бич Резорт и Спай, это пятизвездочный отель, это не уровня люкс, но очень достойная пятерка, один из самых моих любимых отелей, если мы говорим о Шарджи, и стоит отметить, что это один из самых новых отелей, который был построен в данном Эмирате именно о пляжной линии, если мы говорим, а этот отель был построен в 15-м году, сравнительно недолго. Находится этот отель на стыке двух Эмират Шаджа и Аджиман, отель также является безалкогольным. Для тех, кто был в этом отеле, может быть, в прошлом году, в позапрошлом году увидели, что с левой стороны строится что-то, ездят бульдозеры, к следующему году планируют открыть неподалеку от данного отеля набережную, которая приведет к центральной части Эмирата Шаджа, что тоже будет большим плюсом для данного отеля. Территория совершенно небольшая, ее вы можете видеть на нижней части слайда, первая береговая линия, прекрасный сервис, прекрасный номерной фонд, очень хорошее питание, работает отель на завтраках, полупансионе, полупансионе и питание, софт, все включено. Для детей есть детский мини-клуб с 3 до 12 лет, площадка, стульчики в ресторане и возможность приготовить блюдо для детского питания. Сосрик, следующий эмират это Аджман, самый компактный, самый скромный и спокойный эмират, располагается он в 10 километрах от Шарджи и сюда отправляются туристы, прежде всего за спокойным уединенным отдыхом и прекрасными песчаными пляжами. Как таковых огромных достопримечательностей Шаратон, отель Шаратон в Шарджи располагается неподалеку от отеля Коррелл-Бич, я думаю, он вам тоже известен. Если мы говорим о каких-то достопримечательностях невероятных и эмирате Аджман, то тут ничего такого нету, поскольку эмират достаточно очень такой для спокойного отдыха, для тех, кто любит историю, можно будет посетить Национальный исторический музей, но это самая главная достопримечательность и вторая популярность может быть первая это алкогольный магазин, который здесь тоже есть и очень люк для наших туристов, здесь уже сухого закона нету. Если мы говорим о шопинге, самый крупный торговый центр, который есть в Аджмане, это Аджман Сити Центр, он не такой огромный, как Дубай Мол, не такой большой, как Тейро Сити Центр в Шарджи, но он вполне приятный для посетителей данного Эмирата и 100% гарантирует очень низкую цену. И, конечно же, большинство отелей, которые находятся в Аджмане, предлагают бесплатный трансфер до данного торгового центра. Здесь у нас располагается два гарантированных отеля, это Ромат Beach Hotel Аджман 4 звезды, прекрасный отель для экономичного отдыха, прекрасное соотношение цена-качество, отель находится на первой береговой линии, пляж собственный через дорогу. Как раз на нижнем слайде я отобразила, как это все выглядит. Мы смотрим с ресторана, видим дорогу проезжую, здесь неподалеку есть светофор, по нему проходите и попадаете на горошную территорию, которая принадлежит Ромата Beach Hotel Аджман. Для кого стоит рекомендовать? Больше для взрослых туристов, либо для семей, уже для взрослых детей, поскольку здесь никаких детских сервисов нет, детей здесь развлекать нечем. Отель работает по питанию от завтраков до софт, все включено. Отвечая на ваш пляж, на ваш вопрос, правда ли в этом отеле на пляже волны, отдыхала в соседнем волне, вообще не было в романе оборудования, бесплатно, да, это действительно так, пляж принадлежит отелью. Стандартная категория номера 20 квадратных метров, это достаточно минимальная, но минимум уже, наверное, не бывает, то есть номер достаточно такой небольшой. Рекомендуем для экономичных туристов с возможностью отдыхать на пляже на первой береговой линии. Для тех, кто может заплатить чуть больше, мы можем предложить Винхамгарда Наджман, 4 звезды, находится он по соседству. В принципе, картинки все те же, концепция даже, но отель новый, он был построен в 2017 году, конечно же, он будет чуть подороже, но, может быть, гости согласятся на такой вариант, поскольку, ну, любим мы все новое. Точно такая же история, пляж через дорогу, он также будет огорожен, и зонтики и шезлонги принадлежат отелю, и для гостей предоставляются бесплатно. Отель работает по питанию до софта все включено, отель также безалкогольный, напитки здесь не подаются, депозит не взимается, для детишек есть игровая площадка и детские стульчики в ресторане. Игровую площадку вот я вам отобразила на слайде. Вот, кто-то уже даже в аромате отдыхал, но отель, да, действительно очень популярный, поскольку стоит он достаточно бюджетно. Следующий Эмират, о котором мы поговорим, это Рассельхайм. Кто у нас был в Рассельхайме, давайте плюсики поставим. Самый северный из Эмират и самый молодой. Вот, какие вы молодцы путешественники. Трансферимся мы до Рассельхайма примерно за два часа от аэропорта. Рассельхайма в корне отличается от всех предыдущих Эмиратов, поскольку здесь мы можем увидеть прежде всего горы здесь появляются. Здесь есть и пустыни, и прекрасные побережья, и горячие источники, и мангровые заросли. То есть Рассельхайма вообще другой Эмират. И хочется отметить, что в летние месяцы, когда в Дубае может быть до 60 градусов жары, а в Рассельхайме уже несколько градусов, но и холоднее. Может быть будет 55. Тем не менее, климат здесь более мягкий, пляжи очень чистые и практически малолюдные. Большинство отелей, которые мы чаще всего предлагаем, это Риксос и Хилтона Дабл Три Бай Хилтона находится на насыпном острове, он называется Марджан Айланд. Из развлечений, что можно предложить туристам? Я бы сказала, более активным туристам, поскольку Рассельхайма предлагает больше активный отдых, как и водными видами спорта, так и вот такими экстремальными. На верхней картинке вы можете видеть полет на самом длинном в мире сиплайне, который полет можно развить до 150 километров в час для тех, кто хочет полетать как птица над горами Рассельхаймы. Кроме того, на территории Рассельхаймы есть два гольф-поля, а также есть академия гольфа для тех, кто хочет научиться играть в эту игру. Кроме того, стоит отметить, что горы в Рассельхайме самые высокие, их высота достигает до 2000 метров и очень популярным местом посещения туристов. Туристы могут заняться как походами, сайклером. Недавно в горах появилась Виафирата, это самая нижняя картиночка. Это такой поход, который совмещен с скалолазанием и в том числе с полетами на зиплайнах. Для любителей исторических каких-то мест на территории Рассельхайма сохранился полуразрушенный форт, старинные сторожевые башни и кроме того есть национальный музей, где можно будет посмотреть на как развивался данный Эмират. Для детей какие тут развлечения есть? Есть здесь аквапарк, называется он Айсленд, построен он в стиле летникового периода. Для любителей также активных видов спорта, водных видов спорта, здесь можно заняться виндсерфингом, катсерфингом, кататься на водных лыжах, поскольку только в Рассельхайме разрешены водные виды спорта. Опять-таки мы пропускаем наши видео, которые не загрузятся. и здесь мы поговорим о двух отелях, конечно же, визитная карточка Рассельхайма, это Риксис Бабальбахр, я думаю, он в представлении не нуждается, вы все знакомы с этим отелем. Также уникальный в своем роде турецкий пятизвездочный отель на территории Объединенных Арабских Эмират, отель суперактивный с самого утра до утра, можно так сказать, здесь есть анимационная команда, рассчитанная на все детские возраста, есть взрослые анимации, различные театрализированные шоу, приезжают сюда диджеи, приезжают различные артисты, здесь есть дискотеки и питание ультра, все включено, в том числе и различные алкогольные напитки. Из-за тонкостей, но хочется сказать прежде всего о категории номера, которая самая бюджетная выходит, это Deluxe Room, что здесь надо знать, прежде всего это наличие балконов, лучше говорить, что номера Deluxe балконов не имеют, поскольку лишь малая часть может попасться в туристы, чтобы был балкон, поэтому имейте в виду, следующая категория это премиум, здесь уже балкон гарантирован, у кого-то будет балкон, у кого-то будет терраса. Как можете видеть, для детей здесь также есть аквапарк из трех водных горок, в отеле не взимается депозит, огромное количество русскоговорящего персонала, наши туристы очень любят этот отель и с удовольствием сюда отправляются, рекомендуем только для активного отдыха, для спокойного отдыха ни в коем случае. Следующий отель, вот как раз-таки в том числе можно предложить для спокойного отдыха, это Marjan Island Resort, безалкогольный отель, находится он также на искусственном острове Аль-Марджан, был открыт в 2013 году, первая береговая линия, пляж протяженностью около 100 метров, здесь более спокойный отдых, здесь нет активной анимационной команды, есть один открытый бассейн, есть два закрытых бассейна для мужчин и для женщин. Касаемо номерного фонда, минимальная категория это супериоры, 40 квадратных метров, балкон предоставляется также не везде. Депозит взимается в данном отеле в размере 500 дирхам за весь период пребывания туристов. Отель работает от завтраков до питания, софт, все включено и отдельно хочется отметить детский мини-клуб и детскую площадку в данном отеле, поскольку детишкам очень много получаем положительных отзывов именно по данному отелю. Для детей также есть детская анимация, но она софт, конечно. И последний эмират, который у нас остался, самый дальний, это эмират Фуджейра. Кто у нас добрался до Фуджейра, давайте посмотрим. Плюсики есть, но вы даете. Фуджейра тоже абсолютно другой эмират, он очень отличается прежде всего своими скалистыми горами и своими золотистыми пляжами. Кроме того, Фуджейра это единственный эмират, где можно заняться дайвингом, опуститься в воду, посмотреть рыбок. Только здесь самый богатый эмират именно на подводный мир. Фуджейра абсолютно другой отдых, это отдых только на территории отеля, здесь в основном пятизвездочные гостиницы, либо четырехзвездочные гостиницы с большими территориями и инфраструктура только внутри отеля, поскольку здесь выйти некуда, даже отели вплотную друг к другу не стоят, они так по побережью разбросаны, то есть даже сходить некуда. Из инфраструктуры здесь есть один торговый центр, куда также организовывается бесплатный трансфер от отелей, которые здесь предлагаются. Для кого стоит рекомендовать? для семей с детьми и для более спокойного уединенного отдыха. Хочется сказать о времени трансфера. Трансфер занимает порядка полутора-двух часов. Была построена несколько лет назад скоростная дорога, которая напрямую ведет из Эмирата Дубая до Эмирата Фуджейра. И здесь мы рассмотрим единственный отель в океане Карфакан Резорт 4 звезды. Кто мне может скажет особенность данного отеля? Может быть кто-то уже продавал? Наверное кто-то знает, что именно этот отель и регион Карфакан относятся на самом деле не к Фуджейре, но территориально располагается неподалеку от данного Эмирата. Этот отель официально принадлежит Эмирату Шарджа. И я его очень рекомендую, поскольку здесь прекрасное соотношение цены-качества. Очень да, вы молодцы. Здесь очень прекрасный пляж, достаточно протяженный по своей длине, порядка 350 метров. И этот отель предлагает размещение как в основном корпусе, так и виллах. То есть вы можете отправить сюда в том числе и туристов с, может быть, с большой семьей, поскольку виллы размещают минимум до 4-х человек. Отель работает по питанию от завтраков до все включено. Отель также является безалкогольным, здесь есть анимационная команда, достаточно активная, поскольку туристов надо, надо чем-то развлекать. Для детишек есть из инфраструктуры, конечно же, детская площадка, здесь работает мини-клуб с 4 до 12 лет, есть секция в ресторане, ну и небольшая такая детская анимация. от отеля организовывается бесплатный трансфер до торгового центра Фуджери и платный трансфер до торгового центра Дубай Мол, который находится непосредственно в Дубае, если вдруг шоппинг Фуджери туристов не устроил. Отель стоит рекомендовать для семейного отдыха, очень популярен у наших русских туристов, правильно сказать, русский менеджмент, здесь есть большое количество наших соотечественников, которые здесь работают очень много лет. Мое время подошло к концу, если у вас остаются какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат, если я на что-то не успеваю ответить, почта рус.marketing собака annex tour точка com обращайтесь сюда, кому нужны презентации, я также могу их отправить, либо же наши коллеги из Profit Travel предупредили нас о том, что презентацию возможно будет скачать по окончанию вебинара. Насколько ли глубокое море, а здесь пологий заход, но мелководия никакого нет, я не знаю, может быть метра три и уже будет метра полтора. Если вопросов больше нет, я благодарю вас за уделенное нам время. Да, сейчас Profit Travel добавили презентацию, вы как раз можете скачать. Спасибо вам большое за внимание, я желаю вам успешных продаж и продавайте Объединенные Арабские Эмираты, действительно страна очень интересная и можно абсолютно любого туриста сюда сориентировать, если знать, куда его отправлять. Коллеги, большое спасибо еще раз за ваше участие, мы с вами прощаемся, если будут возникать какие-то вопросы, мы всегда для вас открыты, пишите нам, звоните, по возможности будем вам помогать. Спасибо большое, до свидания, хороши вам продажи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!